Здравствуйте! Я Ксения Бородина и это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Наши старички умеют постоять друг за друга. Вчера Рустам обвинил их в том, что они давно никому не интересны. И солнце чуть не вызвало его на дуэль. Лучше бы Рустаму старичков не злить, ведь его иммунитет когда-нибудь закончится. Ну а сегодня на мужском голосовании главная опасность грозит Вадиму, Антону Потаповичу и Артуру. Наступил 997-й день нашей телестройки. Весь лагерь обсуждает предложение Димы Шмарова, от которого солнце не смогла отказаться. И теперь планирует свадьбу, назначенную на лето. Некоторые ребята считают, что вся эта шумиха с предложением руки и сердца не что иное, как пиар-ход, сделанный для того, чтобы привлечь к себе внимание. Рустам Солнцев счел своим долгом заявить, что старые участники вообще перестали быть интересными, в отличие от новеньких. Солнце решило защитить честь старичков и вступило с Рустамом в открытый конфликт. Но Рустама это мало пугает, так как перед мужским голосованием на вылет он себя надежно защитил иммунитетом, вселившись с Любой Каченко в ВИП-домик. А ты сама ничего не кушаешь, да, я смотрю? Да ладно. Ну, утром меня тошнило, и сейчас, во-первых, тоже неохота. Не, у меня нормальный аппетит. Ну, просто я надумала, и раз надумала худеть, так надо худеть. А что так? Ага, значит, там день не жрешь, на второй нажрешься. Люк, ну смотри, если у тебя задница впалой станет, я тебя прогоню. Пойдешь на язык жить. В теремок. В левый или в правый? В доме 2 случилось необычайное событие. Одна из участниц, Любовь Александровна Каченко, была выгнана из ВИП-домика. Номер 1. Номер 1. За потерю внешней привлекательности. Ой, Боже. Выпуклость форм, некогда любимых всеми, сменила худоба. Простите, худоба. Костлявость. И глаза. Пали. Как и щеки. Люб, не худей. Ты что-то нелегкая совсем. Нет, ты легкая. Я как пушинка. Пушинка? Да. Подними, пожалуйста. Я не задница. У меня не задница, у меня попа. Пушиночка. Пушиночка. Я пушинка. Да. Смотри, как я вам могу. Я знаю технику разового снятия плотенца. Ух ты. Круто. Круто. И сразу оп. Давай. Я пошла на дом 2, только ради замужа. А пока ходила я, а все девчонки там уже. Написал объявление. Написал объявление в толстую газету, но среди этих дураков вариантов нету. Нету. Смышная песня. Про любовь. Переживай, Сюшка, да? А это не... Ну, давай. Я? Ну, как тебе сказать? Немного есть. Я сейчас начала за тебя переживать. Я вот тебе, клянусь, серьезно говорю, что что-то я... Потому что ты вот в таком настроении, сука, ходишь. Не ходи в таком настроении перед голосованием. Понял? Не ходи, Рыш, умоляю. Не ходи. Хочешь, что ты ее попить, Рыш? Давай с тобой попьем. Да не, я там попью сейчас. Не хочу, чтобы... Ну, тогда я пошла. Пошлите туда уже. Чего? Сидите. Вчера к нам Артур подходил. Чего хотел? Ну, переживает. Переживает, да? Угу. А мне, ты знаешь, что-то как-то вот ни капельку не жаль. Не жалко? Нет. Мне что-то жалко. Мне жалко тоже. Мне нет. Вступил. Своё время. Ну, в тех же есть право на ошибку. С другой стороны. Он такой, типа, типа, против кого он может, ну, противогласовать. Нет, ну как, против второго круга. Типа, Антон там, вот такой, наш там. Ну, конечно. Ну, против друг там, типа. Он, типа, я, типа, вам кто? Я говорю, ну... Я смело могу проголосовать против Руслана. Проскорно? Да. Не, у меня не дрогнет рука, потому что он столько... С Русланом, когда он заговорил. Он так, на секс своей девушке, так... Да я в нём не вижу ничего такого, что он... Угу. Меня в последний раз... Брадовало. Тем более, считай, что... Скажи мне, кто ты любил, и я скажу, кто ты есть. Он стремится к одеялу Проскурова. Вернее, этого... Солнцева, Том. Он же не Солнцев, он Колганов. Да. Колганов. Ну, а какой же он Солнцев? Такой с солнечным зайчиком. Ладно, мы будем сегодня просто с прямыми... Да, Тори? А? Просто с распущенными волосами будем, да? Да, да, офигенно. Ты выпрямляла их? Вытягиваю я, каждый раз только укладываюсь. Ну, фиксируется очень хорошо вот этим вот. Я вот чёлку всегда им делаю. Отличная вещь. Кстати, хотела давно у тебя, знаешь, что попробовать? Отличная вещь, это вот чёрный лак, вот этот, так, он у меня уже закончился. Да? Да, что там сверхсильный фиксирует. Да, что там сверхсильный фиксирует. Знаете, надолго, да? Да. Я вот ещё хотела вот этот вот крем-гель попробовать как-нибудь у тебя. Ты пробовала? Хороший он, да? Да, вот этот хороший. Мне очень нравится вот этот с блеском, который. Блеск придаёт. И воск, наверное, как раз для чёлок, чтобы она хорошо держалась. Ты думаешь, Вадик, да, Сеня, уйдёт в один? С первого же. Круга? Может, да. Ну, я тоже считаю, что ему нечего это. А Тори так за него заступается. Хоть непонятно, зачем мне нужен. Как заступается? Ну, а зачем нужен Артур? Вадим такой красивый, такой интересный. Зачем нужен Артур? Там, тыры-пыры. Ну, то есть она за него заступается. Ну, она хочет, что Вадим остался. Ну, я вот смотрю на него, в нём нет вообще, да, он может быть наличика, он симпатичный, да, фигура хорошая. Но в нём нет вообще абсолютно никакой харизмы. Он без цвета, без юмора, не мужественный, ни каплики. Слушай, Маша, против кого будет голосовать? Против кого? Мне хочется какое-то нейтральное лицо убрать, но, по-моему, Антон Петопович, у него будут зрительские симпатии. Ну, откуда ты это знаешь? Чего откуда ты знаешь? Что у него будет иммунитет? Да не иммунитет, а симпатия. И что? Зрительские. Что это даёт? Так, дорогой, ты брал перецепт? Да. Вот, отдай его, пожалуйста. Зрители спасут. А? Спасут его зрители. Нам очень жаль, но ты покидаешь сегодня проект. Скажи своё последнее слово и иди по дорожке к воротам. Царство вам небесное. Ребята, сегодня, поскольку у Колгана в день, и кому-то придётся покинуть наш периметр, предлагаю всем одиночкам, Проскурову, Потоповичу и господину Бесчастных расчистить дорожку, точнее тропинку, от лобного места к воротам. Это, ребята, ваша задача. Задача? Я буду чистить. Можно, можно не чистить. Поскольку ты в паре, можешь не чистить. Все остальные, кто у нас не одиночка, чистят тропинку отсюда до центра, до языка, и чистим язык. А я хочу чистить вы здесь. Вот бассейн чистим. Да, чистим бассейн. Итак, господин Проскуров, Потопович и Бесчастных чистят дорожку от лобного места к воротам. Все остальные чистят бассейн. Да, не мешайте мне, пожалуйста. Иди там с ребятами потусуй. Я давно тебя не видел, целых два дня, мне интересно. Почти уже три рубка. Хорошо. Все хорошо? Да. Единственная проблема с кроватью. Все в ссадинах. Все в синяках. Мы люди крупные. А я, знаешь, первое утро как встала? Челубешником прямо в потолок. Потом же потолок, конечно. Я прямо вот так вот. Потом ногой в лампу. В лампу упала. Потом локтями очень много раз стукалось. То есть, ну, не у томства. Там только вот так можно. И все. Ну, не возникает желания махнуть рукой, сказать, а ну тебя подружка, я пошла. Ну что, я знаю, что у вас вчера произошла некая стычка, да, мягко сказать. Вот. На почве того, что Рустам обвинил стареньких в том, что они стали скучными, неинтересными, что в интернете пишут только про Рустама. Я так не говорил, что в интернете пишут только лишь про меня. Ну, в основном про тебя пишут, что ты сейчас один. Я называл людей, про которых пишут. В этом списке не было меня. И правда. Хорошо. Тогда скажи, пожалуйста, какие у тебя претензии к старичкам? Претензия только одна. Солнце вчера сама ее озвучила, собственно говоря. Это их желание поскорее закончить шоу. Я просто, я просто вчера, может быть, я действительно переборщил с эмоциями. Я хочу попросить у тебя прощения. Ты говорил грубости какие-то. Прости меня, пожалуйста, за нелестные слова в твой адрес. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что Солнце вчера сама озвучила ту тему, о которой зритель, может быть, и не догадывается. О том, что их любимица Солнце, о том, что их любимая пара Бузова-Третьяков живут только одним. Закончить, прекратить Дом-2. Я считаю, что справедливо будет зрителям об этом знать. Мы говорим о том, что мы хотим розыгрыши Дома. Хорошо, зрители, ты говоришь о том, что зрители на вас, как на старых участников, уповают, как на манну небесную. Почему бы вам все вместе не вынести это в контексте, что вы хотите прекращения, вы хотите приза, вы хотите остановить все это? Приза, да? Да. И мы считаем, что за два с половиной года, что Рома с Олей, что мы с Димой, что Настя с Эмом уже давно готовы побороться за главный приз. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, я пришел совсем недавно. Мне шоу не надоело, мне здесь хорошо, приятно. У меня только что образовалась пара. И слава богу, и слава богу, я никого не обманывал. Я не говорю, что у меня там любовь и страсть. Я сказал, человек мне приятен, я хочу въехать. Мы это сделали. Почему я ради вас должен сейчас всем этим жертвовать, только потому лишь, что вам хочется сейчас розыгрыш? Вот слава богу, что не мы и не ты решаешь, когда будет розыгрыш, а вот кто-то из руководства. У меня сейчас, вы же знаете, как мне, я вообще как громадот получаюсь. Вот мне вообще плохо. Вроде бы как бы медиатор. Медиатор, да. Потому что там не убедишь, что он все равно по-своему делает. Поддерживать я тоже. Очень, у меня очень, да. Поддерживать я его тоже не могу. У меня другой взгляд на эти вот все его... Вообще вот эти, да. И в коллективе у меня... Я не хочу портить отношения, мне жить еще здесь. И понятное дело, и я и... Не с ним мне комфортно, он реально мне хорошо с этим человеком. Мне больше интересно по поводу оскорблений, которые ты высказал в адрес Солнца, да. И прежде всего обвинив их в том, что они скучные и неинтересные. Солнце. Я вчера подумала так и поняла, что Рустам является... Уже спровоцировал на проекте как минимум 7 человек на физические действия. Рому, Диму, меня, Вадима, кого-то еще, по-моему. То есть людей огромное множество, которые провоцировались на физический контакт. Рустамом. Есть какие-то слова, которые для всех являются планкой и гранью. После которой обычно слова уже не помогают. Например? Это прямое оскорбление. Прямое оскорбление. То есть, Рустам, ты напрямую оскорблял... Типа тварь. То есть ни с того ни с сего. Ты тварь. Здравствуй, милая моя. Предлагаю, чтобы у Рустама сегодня не было иммунитета. Потому что я считаю, что большинство провокаций за эту неделю было вызвано именно тем, что... Ты сам знаешь, что он живет в Вене, и у него иммунитет. Ну, давай спросим у Рустама. Ему обвинения эти понятные? Это единственное я могу сказать. Теперь ни одного движения, физического движения в свою сторону, я не потерплю. Буду мочить, сука. Вот тут... ...к разговаривать о участниках. Здесь никто не тварь, не шкотина. Хорошо, Ксюш. Хорошо. Ни один человек больше здесь не замахнется рукой. Ни на меня, ни на кого-либо другого. Слова, мы разговариваем. А зачем? Подожди, можно разговаривать? Я тебя прекрасно понимаю, но зачем людей называть тварями? Вот сейчас была демонстрация, после которой обычно люди не говорят в ответ. Нет, ты сам тварь. А берут стул и бьют вот так по голове сверху. Все. Не знаю. Не знаю. Ну, ребят, смотри, а чем вы думаете, когда вы заселяли Рустама? Рустамы это иммунитет. Я реально вообще не думала. Вот не думали, а что, вас предупреждали. А третий круг все равно дали бы иммунитет. Все равно дали бы иммунитет. Нет, ему дали бы иммунитет. Дали бы иммунитета не было. Ага. Если дают иммунитет, то третий круг, извини, там в любом случае попадает под разог. А могут вообще не дать иммунитета. Все зависит от иммунитета. Конечно. Понимаете, сразу. Раздумайте, когда заселяли кого-то. Я думала, Сэм. Ребят, ну нам надо действительно к чему-то прийти. Я уже, если честно, очень хочется. Я не могу сегодня, чтобы уравнять шансы. Нет, он будет выгонять. Я общаюсь, разговариваю. Ты думаешь, если бы сегодня не было иммунитета, я был бы в заднице, чувствовал бы себя. Пожалуйста. Я говорю всем, голосуйте против меня. Замечательно. Ну пусть он подумает, на лобном месте скажет, отказывается, но не отказывается. Да, отлично. Нет, это не так. А если ты можешь сегодня уходить, какие твои последние слова будут? Давай, вот ты. Если я буду уходить. Итак, Артур, подожди. Если я буду уходить. Нам очень жаль, но ты покидаешь сегодня проект. Скажи свое последнее слово и иди по дорожке к воротам. Царство вам небесное. Ты это скажешь? Ты даже не скажешь ничего про меня, Артур. А про меня? А про тебя я скажу в полночь у амбара. А что это значит? Ну я тебя буду ждать в полночь у амбара. А, понятно. Ну что же, Вадим, насколько я знаю, ты решил поступить, с твоей стороны, может быть, это какая-то хитрость, для нас это уже очевидно, ухаживание за Тори. Она уже на какие-то моменты прекратилась. Сейчас опять возобновилась. Что случилось? У тебя вдруг опять вспыхнули чувства? Почему вообще решили, что есть какие-то ухаживания. Наоборот, есть мысли о том, что я бы мог пригласить Тори перед голосованием, на свидание, еще что-то. Но я решил, на самом деле, поступить таким образом, чтобы это не было очевидно, действительно, не казалось кому-то какой-то хитрости. Сделать это в том случае, я на курсе этого, что если я останусь здесь после голосования, чтобы не было, как обычно, различных разговоров, кривотолков о том, что вот, это он сделал только из-за этого. Вот, поэтому, как бы, явного никакого ухаживания, мне кажется, нет уже. А ты как относишься к тому, что вроде как первый круг себя против Вадима собирает? Ты тоже против Вадима? Ты что, больная, что мне нравится? Я против Артур. Тоже он мне нравится, он у меня столько как Вадима. Ну да. Как ты думаешь, вообще, много голосов будет сегодня против тебя? Я думаю, да. А почему? Что ж ты? Вот только из-за того, что я... Здесь же так не любят Рустама, а ты сейчас ведешь войну против него. Так в чем дело? Наоборот, тебя должны любить. Это, как бы, на самом деле, просто люди боятся, что они могут попасть под удар, вот и все. На тот случай, если я, там, и Артур получим иммунитет, вот такой вот. Мне кажется, все думают на Артура. Почему-то мне так кажется. Нет, многие думают на Вадима, но предположение... Да, но чувств, по чувствам, все считают, что уйдет рыжий. А думают все на Вадима. И то же самое я. У меня вот реально я почувствую, что я сегодня с рыжим попрощаюсь, хотя мне реально жалко. Я привыкла к нему, во-первых, а во-вторых, Дианы нету, не приедет она сегодня. Для нее вообще будет удар. Она с этим человеком все-таки жила и испытывала к ней... Она влюбилась, да. Ну, ничего, легче, если приедет, если он уйдет, переживет. Если его уже не будет, да. Правильно, правильно. То реально у тебя как интуиция подсказывает, что кто... Смотрите, Артур тренируется. Ты безвыск, как Нелидов когда-то был там каким-то зайцем. Блин, каким сам зайцем-то был. Давай, Артур, заморозуйся. Давай, я вместе. Да. Нелидов был депрессивным зайцем, и мы зимой летнюю Олимпиаду устраивали. Я просто раз была. И Нелидов с хакером посещали. Он, Ромка, точно помнит, и Ольга. Я не уйду без Ромки никуда. Без Ромки? Да. А какой был сон? Даже с Рыжим. Даже с Рыжим. А сам против кого будешь голосовать? Я? Я думаю, что я уже всем говорил, что насколько это сложно, насколько действительно я со всеми общаюсь, тем более с новыми в первую очередь общаюсь, которые будут под этим ударом. Может быть, все против кого-нибудь из старых. Ну, против кого? Я не знаю еще. У меня была та же самая ситуация перед женским, что я это решил уже, когда буквально передо мной был разложен этот бюллетень. То есть мне на самом деле сложно. И еще при всем при этом каждый старается в последние дни себе показывать как можно лучше. Я поняла. Естественно, это еще сложнее. Ну, им хочу тебя показывать лучше. Лучше бы ты себя показывал. Наша любимая. Да, смотри, как выглядит. Слушай, так она меня всегда защищала. В последнее время гадости горит. Но посмотрю на нее, и, знаешь, вот вся обида уходит. Ну, и такая фигурка, такая она все-таки, лапочка. Да, скажи. Вот несмотря ни на что. Ведь она меня тоже подкалывает. Знаешь, на тете защищает. Потом на лобном, бах, такие наезды. Вообще неожидающиеся. Смотри, какая. И все-таки посмотришь на нее, вообще супер. Да, и губы, и, смотри, зубки. Не скажешь, что стерлась, скажи. Выглядит вообще как конфета. Что тут-то? Молодец. Да, Ваня. Я волнуюсь. А может, конечно, будут против. Блин, дело у него такое. Я ему сейчас спросила, надо идти. Говорю, что ты опять начал ухлестывать в заторе? Я говорю, в преддверии голосования? Он такой говорит, ну, там, типа, нет. Я знаю, что ребята там, типа, хитрые. Они все сразу поймут. Нет, я готов даже после голосования пригласить. Ну, ты чувствуешь искренность? Я просто пока не пойму его. Я его плохо знаю. Я чувствую. Я чувствую искренность. Но я чувствую, что он медленно, так, знаешь, разгоняется. Он не такой, знаешь, как Рустам продуманный. Раз, тихо, гаваем, все, заслонка. Все, я в домике, не трогайте меня. Он так вот живет, ходит. Он еще не уловил ход. Ну, его надо растрясти, иначе он пока не интересен. Просто, понимаешь? Я не знаю, как бы, что сегодня будет вечером. Я буду думать на счет иммунитета, я ничего не знаю. Ну, у Рустама автоматический иммунитет. У Рустама, да, я позаживаю, что. Вот. Кто у нас еще основные претенденты? Ну, кто? Артур. Артур. А чего Артур? Потопович? Не, ну, Потоповича нет. Он тут уже давно. Ну, все равно он одиночка. Ну, вот. К нему все привыкли. Ну, получается, либо Артур, либо Вадим. Других вариантов нет. Ну, Вадим, он офигенный. Даже он вообще считается... А что ты с ребятами не поговоришь? Самый красивый. Они все хотят против него голосовать? Ну, я как-то, что я буду ходить? Знаешь, я насчет Руслана ходила, я больше не хочу повторять ошибки. И походить, там, защищать, и говорить. Не, ну, ты поспрашиваешь девчонок. Ты же с ними дружишь. Ну, ты поспрашивала, да. Ну, и чего? Вадим или Артур. Вадим или Артур, ну, конкретно не говорят, кто? Ну, говорят, мы еще не знаем. Может быть, поизменим свое мнение. У вас все зависит от коммунитета. У вас же ничего еще серьезного нет. Знаешь? Поэтому... Ну, и что ты хочешь, чтобы я спасла его? Не, я тебя не прошу, я просто тебе... Ну, я поняла, да. Ты сама думаешь, что... Я просто говорю, что у меня к этому человеку симпатия, он бы мне помог выбраться из... Мне главное, чтобы у него была к тебе симпатия. Вот за что я буду очень спокойна, понимаешь? Вот, вот, я очень хочу, чтобы вот у него появилось прежде всего. Я тебя понимаю. Но главное, чтобы он еще. Главное, чтобы он делал это искренне. Тебе-то какое дело, дорогой ты? Слушай, ты можешь по существу отвечать? Причем здесь какое дело? Я тебя спросил. Что значит какое дело? Я тебя спросил. Такое. Что значит какое? Ты можешь сказать по существу? Вот какое тебе дело? Как известно, романы и комедии обычно заканчиваются свадьбой. Потом, как правило, и поговорить не о чем. Но на нашем проекте всегда есть о чем поговорить. Встречайте, Ксения Бородина. Я думаю, что у нас сегодня не комедия, а, скорее всего, драма. Так как один из мальчиков нас сегодня покинет, приступим сразу к голосованию. Я попрошу администратора вынести бюллетень. Ребятки, давайте не забывать на то, что на этот раз у нас общее голосование, поэтому голосуют у нас в СЕ. И голосовать можно, насколько я понимаю, против ВСЕ. Ну, единственное исключение, как обычно, это Рустам, у которого иммунитет сегодня не от Ксении Собчак, а от ВИП-домика. Рустам, сегодня на тет-а-тете, да, мы пришли к тому, что ты все-таки подумаешь, отказываешься ты от иммунитета или нет? Почему ты пришел, что ты решил? Не отказываюсь. Нас этот ответ очень сильно не удивил, вот, поэтому, ребятки, все остается по-прежнему. Рустаму иммунитет сегодня, его фотографии, как бы вам сильно не хотелось зачеркивать, нельзя. Но зато, помимо Рустама, есть множество претендентов, поэтому делайте свой выбор. У вас есть ровно три секунды. Антошка, ты что-то потерялся, мне кажется, да? Я не нахожу одну. Ты потерял чью фотографию? В верхнем ряду. Итак, ребят, все, болтовню закончили, и начиная с Антона, который наконец-таки все-таки дописал свой шедевр, мы можем его озвучить. Итак, Антон. Артур, просто рыжий. Спасибо, Барандин. Барандин. Вадим. Наталья. Вадим. Чего ты помещала, как мышка? Вадим! Вадим, замечательно, рыжий. Вадим. Он не рыжий, он рыжий кот. Вадим. Ага, Сэмик. Вадимчик. Вадим. Любимый Артурчик, извини. Маша. Вадим. Так, Руслан. Мэн, сори. Ну, что ты? Артур. Артур. Спасибо, Боня. Кравцов Вахо. Кравцев Вахо. Кравец. Кравец Вахо. Здорово. А, Рома? Кравец Вадим. Ольга. Логично. Кравец Вадим. Ну, чуть было, уже тоже не сказал Кравец Вадим. У меня Артур. Артур. Вадима. Угу. Растам. А я поддержу, ребята, и Артура, и Вадима, и голосую против самого слабого звена на проекте. Дима Шмаров. Спасибо, Вальфор. То, о чем мы говорим, это так, эти. Итак, реже. Вадим. Кто? Вадим. Вадим. Ну, что же, у нас 11 голосов против Вадима. Вадим, тебе слово. Спасибо. Какое мне слово еще сказать? Ну, мы сегодня с тобой разговариваем о ТДТТ, и, в принципе, ты ожидала этого, насколько я понимаю. Как ты думаешь, почему ребята проголосовали против тебя? Потому что, ну, я думаю, что не последнюю роль сыграло, как бы, то обстоятельство, что я не воспротивился заселению ребят в домик. Ну, мне кажется, это повод, конечно. Это не причина. Вот. Может быть, то, что там я как-то кому-то не приглянулся. Вот. А вообще, как бы, никому никакой, как бы, агрессии. Все нормально. Всем спасибо. Да, Тори. Я просто думаю, что Вадим очень интересный, я совершенно беспристрастно сейчас говорю, яркий участник. Не буду говорить такую банальность, что те, кто против него проголосовали, не хотят видеть в нем конкурента, и в будущем со мной или с кем-то он создаст пару. И то, что он не торопится, он не играет, не торопится меня приглашать еще какую-нибудь другую девушку на романтическое свидание, не задаривает цветами, он просто не заселяет себе в домик, он просто живет. И мне хочется, чтобы больше к нам приходили. Надеюсь, ему будет иммунитет. Если он уйдет, конечно, я расстроюсь. Я расстроюсь. Ну что же, у меня сегодня был тет-а-тет и с Вадимом тоже, да, и после тет-а-тета, когда я выходила, меня, так скажем, поймала Тори, да, и мы с ней поговорили. Да, валите. Вы знаете, я была сегодня в полной уверенности тоже, что уйдет Вадим, но после того, как я поговорила с Тори, и действительно... Вадим, знаешь, я очень наивная ведущая, вот, меня легко так обмануть, несмотря на то, что я здесь два с половиной года, поэтому мне в этот раз хочется тебе поверить, и я даю тебе свой иммунитет. Ты остаешься на проекте. Спасибо. О, Биг Мэн. Ну что, обрадуйся. Главное, Вадим, будь искренне самой, и не обмани, а то плохо будет. Да. Итак, Вадим Кровец, правильно? Да, у тебя совет, тебе остаешься. Ну что же, Торик, да, ему будет плохо уже и от меня, если вдруг он начнет за тобой ухаживать, уже я насильно заставлю это сделать. Итак, ну что же, Коле я дала Вадиму иммунитет, соответственно, повторное голосование. У вас есть ровно три секунды. И начиная с Артура, мы объявляем о своем выборе. Антон Потапович. Давай, Рустам. Рустам. Димка. Как радуются ребятишки. Как радуются у тебя дня. Артур. Вадим. Артур. Оля. Пусти меня, пожалуйста, я бы не зачекнула твою фотографию, если ты был с Дианой. Артур. Если ты был с Дианой. Роман. Артур. Боня. Рыжик. Рассел. Артур. По-прежнему так. Артур. Тория. Артур. Сэмми. Артур. Солнце. Артур. Дима. Артур. Аташа. Артур. У меня еще рыжие тебе и мои слова кости остаются теми же самыми. Не в обиду, Рус. Второй голос за полтора года, чел. И так, и Антон? Артур, конечно. Ну что же, практически единогласно, 13 голосов у нас против Артура. Артур, твое слово. Спасибо. Спасибо, да. Ну, жаль, что только эти слова ты можешь сказать. Я в свою очередь, да, я дала иммунитет Вадиму, у меня здесь еще есть один иммунитет, но, Рыжий, он не принадлежит тебе. Я думаю, скорее всего, все связано с тем, что слишком плохо ты расстался с Дианкой. Наверное, что-то было сделано неправильно. Так посчитали мы, ведущие. Но, может быть, зрители посчитали по-другому. Давай мы посмотрим, кому они сегодня предоставили иммунитет. Мне кажется, зрители тебе предоставили иммунитет. Принайм, Скибан, он сейчас отдыхает с девочками, тусуется. Ну что же, на этой неделе зрители предоставили иммунитет. Шмарову Дмитрию 65 процентов. Съел? Никто не смотрит. Итак, на втором месте у нас 11 процентов у Романа Третьякова. И 8 процентов у отдыхающего в Таиланде Менщикова Степана. Старики, все, погуляем по полной программе. Вопрос к тебе, Рустам. Да, у меня вопрос. Да, ты сегодня обвинял Шмарова Дмитрия. А потом, секундочку, что он серый, неинтересный. Сейчас с такой радостью зачеркиваю фотографии. Но посмотри, ведь зрители считают по-другому. А может быть, потому что зрители присылают свои смс-ки? Потому что они не знают еще, допустим, того, о чем мы говорили сегодня на ТЭТе. О том, что и Солнце, и Дима хотят скорее, скорейшего розыгрыша приза. Может быть, просто потому что они не знают о том, что... Нет, дорогой... Тебе-то какое дело, дорогой ты? Слушай, ты можешь по существу отвечать? Причем здесь какое дело? Я тебя спросил. Что значит какое дело? Я тебя спросил. Такое. Что значит какое? Ты можешь сказать по существу? Ксюш, ты можешь по существу? Может, они просто не знают зрителя? Не голосуют? Перед тобой камера. Вот, пожалуйста, на камеру можешь сказать зрителям. Скажи зрителям, чтобы они голосовали за тебя. Обвинить их, может быть, в том, что они там неправильно сделали вывод. Да я сегодня на ТЭТе уже предостаточно об этом сказал. Что? Что непонятно? На самом деле, я с тобой не согласна. Я тоже смотрю эфиры, имею возможность практически каждый день видеть. И, допустим, мне очень нравятся ночные эфиры Солнца и Дмитрия, которые находятся вдвоем в домике. То, о чем они разговаривают, как они все ведут. Я думаю, что они достаточно искренняя пара. Нет, действительно, это так и есть. Они достаточно... Я тебе могу сказать. Я тебе могу сказать в этом точно. То, что, наверное, зрители увидели в них какую-то искренность, да, что ребята любят друг друга, строят отношения, что самое важное на нашем проявлении. Хорошо, Ксюш. Очень любят Солнце. Я на самом деле вот в позу сейчас становиться не буду. Вот зрителю нравится, прекрасно. Я только за. Я вообще за аплодисменты. Давайте поаплодируем. Да, можно аплодисменты, ребят? Да супер. К сожалению, ребят, эти аплодисменты сейчас Дмитрию, но от нас сегодня уходит Артур. Артур, я прошу тебя пройти в будку гласности. Как меня? Объясни, пожалуйста. У меня никакого негатива нет к Руслану, и Рассел знает прекрасно, что я его ревную к своей девушке, и я только из-за этого голосовал. Здесь все понятно. А ты настолько не уверен в своей девушке или в себе? Что за ревность-то это? Я не знаю, я человек такой. Когда есть настоящие чувства, ты не можешь их скрывать, и не можешь скрывать эту ревность. Да. Ну, Антония вправе ревновать, потому что, когда я смотрю на Наталью, Наталья чувствует, что я смотрю на нее. И у меня такое ощущение, что она очень будет скучать по мне, пока я буду в Кишиневе. Ну что ж, вот и настал тот день, когда мне приходится покидать проект. Хочу сказать, что жалко, что я не построил здесь свою любовь, но я думаю, построю ее за периметром. Вот и все, собственно говоря. Всем привет. Перимфорел. Так, ну что же, давайте позовем Рыжего, чтобы он вернулся к нам в последний раз на лобное место. Давайте поаплодируем. Рыжий! Рыжий! Собой, как я. А, привет! Можно кто-то Рыжего попал? Да, конечно, можно. Сейчас я просто спрошу. Рыжий, скажи, пожалуйста, но ты... Я понимаю, что ты сейчас расстраиваешься, да? И что действительно обиду. Более того, я в шоке. Ты в шоке. И ты достаточно яркий персонаж. И мы все будем очень скучать по каким-то твоим фразочкам, по жестам. Сейчас, не об этом. Да не в этом вот тут дело. Да не в этом вот тут дело. Рыжий, ну все-таки ты должен понимать, что у отношений есть отношения, да? Конечно. И очень жалко, была хорошая у вас пара с Дианкой, не сложилась. И действительно, может быть, некрасиво ты поступил. Но вот ты о чем сейчас жалеешь? Если вообще о чем ты жалеешь? Ну, жалею о самом главном, что не удалось все-таки построить любовь на проекте. Боня, ты хотел сказать... Вы знаете, очень мало бывает таких вот людей, как ты, Артур. И я желаю тебе творческих успехов. Потому что ты очень яркий, ты неординарный. Я хотела тебе пожелать счастья. И ты найдешь обязательно свою любовь. И спасибо, что ты был здесь с нами. Потому что вот такого неординарного человека я вообще в жизни никогда своей не видела. Да, действительно. Я полностью согласен. Но вот тот балерон, Олечка. Знаете, я хочу сказать такой момент, что я безумно к тебе привязалась. Я тебя и ругала, когда ты поступал неправильно, и хвалила, когда ты делал верные поступки. Я хочу, чтобы ты знал, что мы с Ромой будем всегда с тобой дружить и после периметра. После периметра, сейчас нас дружим. После проекта. Я хочу, чтобы ты нашел, достану девушку. Я очень тебя полюбила, да. Дело в том, что последние слова Рыжего инспирировали во мне следующее. Я считаю, что не построить любовь для Рыжего здесь оказалось, как видите, это оказалось действительно для него большой трагедией. А я, как видите, да, я вот, у меня постоянные вот эти вот интриги, склоки. В общем, Рыжий, я готов. Почему я ухожу вместо Рыжего? Я ухожу вместо тебя. Молодец! Пока! Пока! Счастье! Шутка! Счастье! К сожалению! Я даже не знаю, к сожалению или к счастью, это была шутка. Мы все идем провожать Рыжего. К счастью! Доворот. Мы увидимся сразу после рекламы на телеканале ТНТ. Рыжий! Иди сюда! Не огорчайся, мы сегодня. Да как, а что огорчаться-то? Ну что, значит, не судьба. Бадо, если получишь, ты очень талантливый мальчик. У тебя как раз... Окей, мистер Варри, мистер, мистер, мистер Варри! Окей, мистер Варри, мистер, мистер, мистер Варри! Чурбакс! Чурбакс! Как ты, 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 ты! Да, варри, мистер, вращайся! Так, мистер, расстрелуйся! Мудик, такой мудик! Митик, Бородинов, подойди. Ну, как раз, иди сюда! А, прийди сюда! Ну, Тош! Рыжий! Эй, Бородат, да ты че? Йоу! Сопление сейчас не будем пускать. И мы несчастливы! Мы все страдаем! Мы не облегчим! Закрывайте ворота! Боня! Боня, вернусь! Боня! Боня, помогут тебе, Боня! Ты лучше, Боня! Боня, ты классный! Боня, ты лучше, Боня! Да ладно! Боня, забежи, Боня! Звони мне! Мне кажется, я во сне, Река! Русь, Русь, все, не бей! Не бей, Русь, не бей! Не бей, не бей! Русь, не бей! Не бей, не бей! Ника, это моя челюсть! Своё общение с Торей, какое бы оно ни было, оно в сто раз ярче, чем вообще отношение Бородина с Наташкой. Вот это, ну вот. Вот ей кресло. Спасибо. Я не буду как бы это сама... Мне нужно сказать про искрение Бородину, что ли? Don't waste your time like you, like a foolish man. Если они цепляются в твоей яркости, Бородина, значит, обидуют. Очень выявят. Я лично жалею, но хотя ненавижу жалость. Но я знаю одно, Торей, что ей тоже будет 25, 27. Все прохерезы проходят. Сейчас Наташка направит... Да, это только 80 рублей, не нравится? Нет, нужно. Сейчас Наталья направлена в бутерброд, она поправляется. Вот из-за этих бутербродов она скоро станет кругленькой, как мне нравится. Мне будет просто приятно смотреть. К сожалению, из-за отношений с Бородиной, что-то это не такая красивая, как была всю жизнь. Какие-то баулы, бахилы там. Так, стоит 8 тысяч. Так, все время отсутствует. Нет, почему? Хорошие, классные, дорогие ботинки. Чего тебе не нравится? Когда залегла здесь сегодня, и в этом пальто весь день валяла, весь с Бородиной, отношения, сука. О, сука. Что ты прицепился к внешности, девочки? Потому что она лучше была сто раз, когда она пришла сюда. Потому что она тебе отказала, и ты бесишься. Нет! А Порошин любит, и я даже в этих пахил. Понятно? Ты знаешь, какую любовь вообще? Ой, кому-то ты знаешь, а какую любовь. Человек, который любит, он не стоит на тот. А сейчас ты не знаешь. Да я смотрю целый день на вас, потому что ты мне идея смотрю. Там что-то понятие любви у каждого разное. И у каждого свое, понимаешь? Правильно. Любовь ее не видит, а любви не говорят, и не чувствуют. Знаешь это? Ты любишь, Бородина! Да я не должна перед тобой отчитываться, кого я не предусмотрю. Отчитываться, что ли? Я тебе говорю о том, что Бородин нравлюсь ему, раз тебе слово любовь так... Подожди, ты любишь Бородина, или что? Ответь на вопрос. Давай начали, ты ответишь на мой вопрос. Я тебе вот что могу сказать. Какой вопрос? Бородин мне нравлюсь, даже в этих ботинках. Подожди, ты любишь Бородина? Ты чего прицепился к слову? Ну скажи. Да ты ответь, что ты пошли. Я говорю про его чувства ко мне, а не про мои. Про свои скажи. Да я не буду, я ему скажу, почему я должна тебе говорить. Там нечего сказать. Ты такой странный расул, но я чувствую. Понимаешь, что ты мне говоришь? Я спрашиваю, какие чувства у тебя кандома, говорит, там нет. Ты ходишь вокруг да около, ты даже не говоришь конкретно каких-то вещах. Моя ребенок, не ж ты будь в роду странно. Да это ребенок, ты можешь вообще забыть это слово. Ты мне ответить не можешь. На что тебе вопрос задай сначала? На что это вопрос? Тебя я не устраиваю в этих ботинках, а я его устраиваю. Нормально это? Нет? Так вот иди и найди себе в нормальных ботинках кого-нибудь. Найду. И говори об этом. Найду. Вот и все. Договорились. Так а ты мне говоришь, я влюбился в Наташу, блин. Ты думай, что ты говоришь тоже, ребенок. Что, пура, что ли, сука, вообще? Или нет? А ты что меня знаешь? Что думаешь, что я вру, что ли? Красава, ты очень хорошо выглядишь, когда тебя переполняют эмоции. Очень хорошо. Ты что, думаешь, что я вру, что ты мне нравишься? Не бей, не бей, не бей, не бей, не бей. Ника, это моя челюсть. Не бей ее. Русенька, не бей. Зото кончено. Русенька, не бей, не бей. Что она меня воду обливает, брат? Не бей. Она и меня облила. Все, 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 все. Все нормально, тихо, тихо, тихо. Все, 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 все. Тихо, тихо. Спокойся, все, все, все. Давай, давай, все. Не накидывайся лучше. Не надо обливать. Не надо откорблять. Не меня, не женщин здесь живущих на проекте. Я не оскорбляю женщин. Дура, мрать, сволочь, это откорбление. Я не говорил такие вещи. Я не говорил. Я когда курсал... Доверь мне себе сам, дура, больше. Давай иди по стройкам. Сочи ты тут чуваком. Сегодня ребят отправили домой Артура, но итальянские страсти на проекте не утихли. Руслан и Тори даже после расставания еще не научились жить без ссор и драк. Ну а мы увидимся с вами завтра на телеканале ТНТ. И это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь.